Журналисты схем отследили поездки олигарха в частные апартаменты лидера фракции «Батькевщина» Юлии Тимошенко. Три раза журналист Михаил Ткач видел кортеж Коломойского у дома Тимошенко за пару дней до инаугурации Владимира Зеленского и после нее. Сама же депутат встречи с Коломойским опровергла. При этом Юлия Тимошенко открыто поддерживает Владимира Зеленского после инаугурации. Она заявила, что идея с распуском Верховной Рады хорошая и голосовала за включение в распорядок дня законопроектов Зеленского. Президент выбрал другую стратегию. Он распускает Раду. И это заслуживает на повагу и на выполнение. В команде Владимира Зеленского сотрудничество с Юлией Тимошенко не подтверждают, но и не отрицают. Сам же Коломойский в телефонном интервью с Хемом сказал, что слежку за собой со стороны журналистов заметил и все это время водил их за нос. Я продумал систему дезориентации. Когда мне надо куда-то ехать, я отправляю свою основную машину BMW. Номера вы знаете. С машиной сопровождения по разным адресам известных публичных лиц. В частности, по адресу госпожи Тимошенко. Трижды. В это время я выезжаю на других машинах, которые вы не знаете. И еду по нужным мне встречам. Из трех поездок госпожи моих машин по адресу госпожи Тимошенко ни одной встречи не было. Не стал отрицать Коломойский только встречу с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Этот визит журналисты Схем тоже зафиксировали. После чего отправили запрос в министерство. Зачем к ним приезжал олигарх? Причину Авакова не назвали, но встречу с Коломойским отрицать не стали. Как и сам Коломойский. Это же день инаврации, но впечатления поделились. Но я имею в виду, что никаких куварных попыток о чем-то договариваться, вести переговоры и что-то обсуждать не было. Ранее Коломойский заявлял, что встречаться лично с Владимиром Зеленским и влиять на его политику не собирается. А несколько дней назад главой администрации президента стал адвокат Игоря Коломойского Андрей Богдан. Юлия Горичева. Настоящее время. Украина.